Три условия, на мой взгляд, гибели национальной поэзии. Три условия, в которых она имеет. Первое условие – это такое изменение подхода к поэзии, изменение такой антологии, что ли, более или менее находящейся между пишущими людьми, что поэзия становится возможной. Ну, невозможность поэзии, а данную очередь и так далее. Если немножко сменить оптику, так что поэзия становится возможной. Я имею в виду, конечно, гибель национальной поэзии. Вот это первое условие гибели. Если поэзия, если мы не в тримпоэзическом, переходим на вернук. Второе условие гибели национальной поэзии – если победу одерживает одно направление. И у нас в 20-м веке страшная опасность вот такой победы и гибели национальной поэзии была связана с акминизмом. Значит, если смотреть на это социокультурно, социокультурно не из текста, а затем, куда больше денег приходит, то больше печатать и так далее, то кажется, что эту опасность скорее нужно связать с символизмом и соцреализмом. Но это были военные победы, достигнутые вне листа. Это очень важный момент. А победа, одерживая на листе, вот это была победа акминизма. И победа акминизма, она была почти полной. Она была почти тотальной в какой-то момент. Вот момент, когда правота позднего Мандельштама, позднего Ахматовой, можно сказать, Тарковского, которого тоже можно примкнуть к этим самым акминизмам, вот это доведение точности. Акминизм, понятное дело, не с точки зрения манифеста, который писал в университете родители, а с точки зрения живой практики позднего акминизма. Что такое акми, высшая точка? То есть, каждое статуарем должно быть докручено до своего идеала. Казалось бы, что нужно этому противопоставить? Почти ничего. Противопоставить, оказывается, можно... Ну, я сразу скажу про поэта, который, на мой взгляд, спас просто нашу поэзию. Это Заболоцкий. То есть, человек, который был никак не акминизм, вот никаким боком акминизм, и в то же время береги поэта. Вот его нельзя обвитянуть из нашей поэзии. Да, вот это... Поэтому, что такое акминизм, что такое мандельштам? Мандельштам — это и энергия, возникшая в итоге вот этого сверхточного подкручивания. Да, вот эта вот точка, в которой раз, и вот она, волна пошла вверх. Что такое, Николай Алексеевич? Прямая энергетика. То есть, это какой-то ответ более простой. И за счет того, что он более прост, вот, ну, метафора, которая идет через стихи с Заболоцкого и встречаясь с ним на один раз, это молния. Молния, удающаясь в поэту. Молния, удающаясь в поэту. Вот это и есть вот то, что идет через него. То есть, и третье — это пример творчества без вдохновения, которое устроит большинство. Ну, большинство — нехорошее слово, которое устроит большинство внутри цеха. Который переломает цех и покажет всем, что подмучено. Вот, если вторая опасность, она была связана с агнеизмом, то третья опасность, на мой взгляд, конечно, связана с фигурой Броскова. Третья опасность, она была связана с фигурой Броскова, который писал стихи, когда был нахуй, когда не был нахуй, и который старался сделать максимум для того, что первая была отличная, а вторая. Это... Вера Броскова. Да, Александр Ильич, и Вера Броскова. Да. Да, Вера Броскова. Нет, это все было. Да, это проблема молодежи. Проблема молодежи — это не наша проблема. Очень хорошо. Вот. Значит, и я еще потом не сказал самое важное, но самое важное у меня осталось. Значит, я знал, что тут будет довольно много человек, которые меня уже слышали, которые большинство из этого по кусочкам уже слышали. Мне очень хотелось на них сказать что-то новое. Вот что я скажу, что я буду официально для этого встречать. Да. Почти все поэты, вот их важность, их специфика была в том, что именно они ставили сильную подозу. Вот понимаете, да, вот стихотворение, что он говорит, не слова, которые ставят сильную подозу, а и слова, которые ставят славную подозу. Да? И вот поэт — это то, что он ставит сильную подозу. Вот так вот нужно даже определить. Вот это сильная славная подозу, сейчас у нас с вами есть интернет, есть копипаст. Да? Вот в наше время, вот времена нашей новости, копипаста не было. Поэтому и книг было очень немногу. Поэтому у нас часто были такие ситуации, когда у тебя какая-то книга поэтическая оказывается на несколько дней или на одну ночь. И ты должен перепечатать на машинке. И есть люди, которые печатают хорошо листью пальцем вслепую. Я, слава богу, я сейчас пойду, почему слава богу, печатаю сюда одним пальцем, медленно и глядя на то, куда я суюсь пальцем. Вот. Поэтому я, значит, бросая взгляд на книгу, из которой я несу, я беру страфу в буфер в мозгу и, значит, этим словам пальцем. Перепечатаю. И вот одни слова я помню с первого раза. Я только гляну, они помнятся сразу, а другие мне надо три раза. Смотреть, это слова в сильные слова. Вот это и есть сильные слова пальца. Слог пальцем, то слово Катру можно менять. Сильные пальцы. У Маджетана все слова в сильные пальцы. Вот что такое. Все слова в сильные пальцы. Каждая строчка подправилась. Вот. А что такое Георгий Иванович? Вот я сейчас скажу, как говорит наш друг Петер Владимирович и Павел Иванович. Все слова в сильной позиции. Это поэт, который, те слова, которые были, ну, невероятно важны, казалось бы, для нас, сумел поставить в сильную позицию. Расстреливать палачи в невинных мировых ночей. Чего хать? И врачей не надо. Я согласна, кстати. Да. Да, получается, что все сих поримов, все мы пойдем в силу. Получается, получается, что в сильной позиции стоит то, что не названо. В сильной позиции стоит то, что не названо. То, о чем молчат, молчат. То, что выше понимание. Да. Сиями пострергают то, что выше понимание. Или как он Набокова являлся, как зеркало, мир и себе, и другого. Сильные позиции стоят в другом. Это понятно. И последнее, что я скажу про Иванова. Это все было как бы я Иван, мы Иванова. Кто воспринимает Иванова? Как Дмитрий Ильич сказал, что мало кто, мало для кого это первый поэт. Я думаю, что много для кого это первый поэт. Это именно поэты, мало уже нас. Для которых эта встреча с Иваном была ближе к их как-то юности. Просто Олю сказала, я тебе первую четверть так сказала. Я просто не знаю ни одного человека. Я думаю, действительно много. Во всяком случае в моей вот среде. Может просто вы не сталкивались. Бывает так складывается. Конечно. И Иванов тоже очень рад, что еще в начале нашей беседы, вот в легкой руке Алексея Анатольевича, возникла вот эта грань между как бы литературой ведами и как бы самим цехом. То есть Иванова воспринимает, по сути дела, только сам себя. Значит, у меня была одна встреча. Я вел занятия такие для учителей. И вот, ну как бы, ты сидишь как учитель в классе, но перед тобой не класс, а учительницы лет 60. Вот они как бы, 30 человек, вот ты им как бы что-то вставляешь. И я им как бы это самое пытался рассказывать что-то про Еремен Пешданова, Грома с Кубриками. Я говорю, но с другой стороны, мы же сами понимаем, что очень трудно говорить по 80-90 годах без некоторой базы. Много ли ваших школьников знает Георгия Иванова? Я вижу по ответствам, что никто из них не знает Георгия Иванова и не хочет знать. Не надо понимать. Да, вот это такой момент, вот некое такое веселое отрицание. Типа, жили мы без Георгия Иванова, не померли и дальше проживем. То есть, как только люди имеют дело с измами, течениями, направлениями, можно в картину эту не вписывать Георгия Иванова? Конечно, конечно, конечно. Он был по его словам, кто он там был? Пятый эгофутурист, восьмой эгофутурист. Он все время немножко опаздывал. И, так сказать, ну и вписался, и бог с ним. И вот, ну уж самое последнее. На самом деле, может кто-то что-то спросит, мне было бы легко ответить. Я, наверное, про жизнь Георгия Иванова знаю меньше, чем Оля. Ну, то, что Оля Беслова. Монографию, да. Ну, больше вспоминал всего. Ну, кроме Адольфцева, которого здесь нет. Вот. И это самое. Не утверждать. Вдруг она не скажет. Вдруг скажет. Вдруг скажет. Какой-то тон задал, этот тон очень неформальный. Поэтому вопросы могут быть любые абсолютно. На эту тему я видел. Ну, хорошо. А вы просто скажете. Назови. Скринин.